Рыболовство в арктической зоне, увеличение выплат на детей и вакцинация от коронавирусной инфекции. Эти вопросы обсудили в ходе очередного оперативного совещания при главе региона. Далее все подробности. Первый вопрос касался ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Исполняющая обязанности руководителя Департамента здравоохранения Елена Левина рассказала о текущей обстановке в регионе. Так, на сегодняшний день в Ненецком округе регистрируется 1-2 случая в сутки. Привито 1700 человек в регионе. Вакцина, которая поступила за той неделю, у нас вся распределена. Остаток составляет, буквально час назад снимала, 215 доз. Также в ближайшее время ожидается поставка в регион 8100 доз. Вакцинировать надо прямо сейчас. Поэтому добейтесь, чтобы в самое ближайшее время вакцина была у нас. И расписали эту вакцину. И все желающие могли привиться. И начнем с чиновников. Коллеги, я вас очень прошу, задайте вопрос в своих подразделениях. Кто вакцинировался, а кто еще не вакцинировался. Поговорили и о соцподдержке. Что касается выплат на детей от 3 до 7 лет, то с 1 апреля можно подать заявление о перерасчете размера этой выплаты. Теперь при назначении пособия будет учитываться не только доход, но и наличие у членов семьи отдельных видов имущества. Выплата может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе. Для нас очень важно, чтобы люди не через тернии проходили, чтобы получить эту выплату. Они должны заявиться. Все остальные справки мы должны помочь собрать. А лучше еще запросить в налоговой по межведу и принять решение, выплачивать, не выплачивать. Но очевидно, что выплачивать, если ниже прожиточного минимума. В основном граждане обращаются через портал Госуслуг. На сегодняшний день принято более 200 заявлений. Все вопросы, связанные с назначением ежемесячной денежной выплаты на ребенка, в возрасте от 3 до 7 лет, можно задать специалистам отделения социальной защиты населения по телефону, который вы видите на своих экранах. Следующий вопрос касался досрочного закрытия зимника на Ринмарусинск из-за погодных условий. Такое решение было принято по результатам выезда на временную трассу экспертной группы. Я считаю, что до 12.04 зимник простоит, дальше даем объявление в газету и закрываем. Потому что снега практически нету коих-девять на голой тумбе. О изменениях в правилах рыболовства доложил Альберт Чебдаров. По его словам, 90% правок были одобрены в Росрыболовстве. К примеру, суточная норма частиковых пород рыб, таких как окуня, платвы, налима, язя, ерша, будет отменена. Кроме того, по оленеводству у нас было ограничение, что только представители КМНС, относящиеся к оленеводам, могли осуществлять традиционный лов в местах кочевий. Но сейчас мы снимаем это ограничение, потому что понимаем, что оленеводством у нас занимаются гораздо более широкие крупные национальности. И тем более разрешаем оленеводам осуществлять традиционный лов на территории наших региональных ООПТ. Это был запрос от оленеводов, это запрос от КМНС, также поддержано полностью. Кроме того, пакетом предложений, направленных в федеральное ведомство, предусматривается отмена штрафов для граждан, находящихся в местах, где добыча рыбы запрещена, если их орудия лова зачехлены. Самой главной инициативой пакета поправок стало увеличение количества участков для любительского лова семги, сега и ряпушки. Первые из них должны появиться в округе уже через год. Цена путевки будет устанавливаться округом. В конце заседания обсудили предстоящие мероприятия, которые пройдут с 9 по 11 апреля. На сегодняшний момент труд занимается подготовкой. Пройдут они в районе, уже всем известным, привычным, это в районе лыжероллерной базы трассы. Поэтому, в принципе, на сегодняшний момент высокая степень готовности и приглашаем всех желающих принять участие. Возможность будет сдать еще и нормативы ГТО. По предварительным данным, мероприятие планируют посетить более 1800 жителей региона.